И снова здравствуйте дорогие друзья! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и сейчас переходим к шейно-воротниковой зоне. Если нам заказали отдельно шею, то в нее включаются плечи и лопатки. Мы начинаем с этого обрабатывать. Как мы их обрабатывали, вы смотрите в наших других роликах. А если мы как продолжение массажа спины. Отмассировали от ягодиц до плечей и дальше переходим к голове и шее. Переходим таким образом, что пока человек кладет руки под лоб, лучше всего так положить, мы в этот момент начинаем его... Для эргономики лично раз не бегаем вокруг стола. Мы начинаем уже отсюда. Подходим к шее и прорабатываем быстренько пальчиками возле друг друга. Места крепления мышц к черепу, сосцевидной отростки. Все продольные мышцы вдоль шеи слева и справа. Гоним лимфу и кровь сверху вниз. Как я вам говорил, на шее и голове мы работаем сверху вниз, в сторону сердца. И второй рукой делаем такой вот валик, как бы подгибаем под себя вот такие вот легкие массажные движения. Следующий прием. Мы захватываем эти две параллельные мышцы вместе и скручиваем их. Следующий прием. Подняли их, чуть подергали и растянули вдоль. Растянули вдоль. Потом возлагаем руки, инвертируя ладонью так, вот так друг друга. И проминаем трапецию, растираем, вернее, трапецию быстрыми энергичными движениями. Жали ее, растянули и вверх и вниз. И от центра к периферии продавили, протянули. Те, кто терпит боль, да, можно достаточно жестко сделать с большими пальцами. Кому надо помягче, можно сделать всей ладонью или ладонь против ладони. Раз-два-три прохода вот так. Раз-два-три. Тоже самое с полной стороны. Быстро растерли от центра к периферии. Размяли вверх и вниз. Растягиваем мышцу, да. И растянули ее вдоль. Теперь смотрите, у некоторых людей бывает шея продавлена вниз или слишком короткая шея, да. Тогда можно попросить человека положить руки не под голову, да, а оставляя локти на месте, положить их под грудь, вот туда. Таким образом человек упирается лбом вниз. Стол, носом стола не касаешься. Нормально, удобно, да, лежать? Посмотрите, как удобно у него раскилась шея. Она как бы вытянулась, да, что позволяет нам работать еще лучше. В этот момент мы успеваем перейти, ну, соответственно, как мы переходим, да. То есть вы заканчиваете какое-то движение, пока его доводите до конца, вы обходите и встаете в следующую позу. Вот. До этого был сет 0, подготовительный. Теперь мы переходим к сету номер 1. Сету номер 1. Инвертируем ладони и быстро, так, присев немножко, да, пружинистая у нас такая поза должна быть. Она очень эргономична, потому что мы можем менять поворот относительно тела человека. Быстрыми энергичными движениями трапециевидные мышцы растираем вдоль, от центра к периферии. Наше движение основное вот сюда. Вот это нас интересует. Движение такое быстрое, чтобы вы слышали такие звуки. Ших-ших-ших. Трение идет. Кинетическая энергия трения переходит в тепло, как вы знаете, из курса физики за 6 класс. Теперь большими пальцами обжимаем акромиальный отросток. Вот он видно, да. Вот он такой большой, это косточка. Вашим пальцем отодвигаем от него плечевые мышцы, дельтовидные, проходясь по всем пучкам. Передний пучок, вот он видно, средний пучок, дальний пучок. Вокруг круглой мышцы, большой, маленькой мышцы, круглой, маленькой мышцы. И возвращаемся обратно. Делая это вместе, мы как бы рисуем, получается, перышки. Прием называется крылья ангела. Рисуем такие вот маленькие крылышки ангела, как будто бы на нем нарисовали. Натянули на себя кожу, как будто бы освежевать мы хотим. И у нас руки уже развернулись кулачками, да. Используем самые жесткие кости, а стяжки пальцев. Вот в этом месте, в принципе, на систо-отростке можно давить. Особенно тем, у кого холмик, да. Нужно продавить и проработать его достаточно жестко, простучав его, растянув в разные стороны. Вот прям от него, как бы, пытаемся отодвинуть мясо, все жиры. И следующий прием у нас называется еврейский канделябр минора. То есть мы отодвигаем кулаки в стороны, упираемся в кремельные отростки, так что расширяем ему, да, плечи и лопатки отодвигаем. Таким образом мы рисуем основание. Потом проходим мимо уголков лопатки, вот они уголки. Разворачиваем кулаки внутрь, да. Рисуем таким образом основание миноры и разворачиваем руки. Рисуем, вот видно, рисуем на канцеле, да, сейчас еще раз покажу. Получается вот 8 подсвечников канделябра. Упираемся в тазовые кости, именно в кости, не в мякоть, а в начало костей подвздошных. Упираемся и прорабилировали. Таким образом мы сделали декомпрессию туда, вниз. Поясницу растянули вниз. Следующий проход. Растянули основание, стержень канделябра, нарисовали его и провибрировали теперь по очереди. Лево-право, лево-право. Следующий проход. Ну, можно пройтись вот такими круговыми движениями. И последний проход. На самом деле подсвечников должно быть нечетное количество по числу 9 сиферот. То есть мы рисуем 8 подсвечников пальчиками, костяшками, а 9 рисуем вдоль позвоночника прямо, ведя по естественному отросткам. Вот, получилось 9 подсвечников, и мы как бы их зажигаем. На каждом из них зажгли огонечки. После этого отодвигаем таз все дальше и дальше. Вот, вместо соприкосновения, вот, вместо соединения с позвоночником, да, L5-S1, вот этот вот переход, растягиваем по диагонали. Смываем, как бы, всю эту картину художника мягкими волнообразными движениями, сбрасывая энергетику с локтей в нужную. Весь негатив мы сбросили. И растираем. Начиная с грудных, грудного отдела, да, всю шею растираем. Подключаются наши предплечья. И локти как бы поднимают трапецию вверх. Вот так вот. Достаточно мягко, пластично, не резко это делайте, чтобы не было удара в предплечье, иначе будет просто больно. Этот прием называется запуск ракеты С-500. Первая ракета пошла, вторая пошла, третья пошла, четвертая пошла. Вот видите, ярко выражено покраснение, что называется гиперемия, да. Это хороший показатель. Продолжаем растирать, так что инвертируем ладони опять. И от шеи ведем по трапеции до плеча. Можно еще плечо ему дополнительно в качестве бонуса растереть. Быстрыми энергичными движениями. При этом я, видите, эгономично не меняю позу. Я просто чуть-чуть сдвинулся вот сюда. Развернул свой корпус тела напротив рабочей зоны. Растерли. Два, три, четыре перехода. Зажали мышцу как прищепкой между костяшками, вот этим пальцем и вот этим. И растянули ее вверх, вниз, вверх, вниз. Теперь в обратную сторону. Вверх, вниз, вверх, вниз. Растянули продольно. То же самое проделали с противоположной стороны. Поменяв корпус тела, перенеся вес, теперь уже на эту ногу. Растянули трапецию. Вот как у него хорошо все тянется. Молодец человек, умеет расслабляться. И растянули их, друг относительно друга, вдоль. Вот закончился сет номер один. Начинается сет номер два. Поставили на вот эту точку, где крепление мышцы идет. Это соприкосновение вот ключицы соединяется с криминальным отростком. Вот отросток пошел. Вот тут есть ямочка, аккумуляторная точка. Продавили ее. И дальше наш прием, куриная лапка Гудвина. Вот так, когда все пальцы расходятся в стороны. Только мы руку разворачиваем. И отодвигаем все дельтовидные мышцы вокруг. Прием называется эпалеты. Мы как бы нарисовали ему эпалеты. Вернулись обратно. И сейчас уже будем работать подробно с шеей. По одной стороне, относительно от сетистых отростков. Чуть-чуть подворачивая шею, чтобы она сгибалась. Еще лучше, конечно, прям на бок чуть-чуть его разворачивать. И вот мы вдоль этих мышц достаточно глубоко, жестко. Отодвигаем мясо от костей. Доходим до уголка лопатки. Это вот самая такая трудная мышца. У многих людей она очень зажата бывает. Мускулус леватор скапулус называется. Мышца, поднимающая лопатку. И в другую сторону. Мы ее растянули. Размяли. Положили голову на руки. И теперь зажимаем мышцу между двумя пальцами. Как прищепкой. Но зажимаем легко. Нам сейчас нужно будет сделать вибрацию. Мелкая, подробная вибрация. С одной стороны, с другой стороны. Только не на череп, не на челюсть, а на лоб. Клади руки. Под лоб, под лоб. По очереди. Вместе прошлись. Побольше вибрация. Растрясли вот так. Можно немножко подкидывать. Чтобы понятно, сколько он расслабился. Расслаблен человек хорошо. И дальше мы начинаем внедряться посильнее. Кулаками. Прям вертикально. В данном случае горизонтально. В тело. Вдавливаемся. И раздавливаем. Все вот эти блоки. Тут часто бывают шишки. Такие вот у людей. В мышцах прямо. Натягиваем череп на себя. И продолжаем работать с кулаками. И разрезаем его, как будто бы режем на колбаски. Такие. Поперек этих мышц. Несколько раз разрезали. Приподняли их. И рука превращается в шестеренку. То есть это лапа леопарда, которая вращается вот так вот. Потренируйтесь дома. Обязательно каждый пальчик должен идти по отдельности. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вверх, пошли, все вниз. Движение идет снизу вверх. То есть не в ту сторону, да? А снизу вверх. Так все гораздо приятнее. Ну, сделаем несколько проходов. Получается. Раз, проход. Два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь все лапы леопарда натянули на себя череп. Для этого можно даже вот отойти, чтобы движение было максимально сильное. Вытягивается шея, это заметно. Про иврирули ее. С этими местами аккуратнее. У многих людей они бывают очень болезненные. Прям очень болезненные. Вот. Встали обратно и наши пальцы распрямляются. И мы подушечками пальцев как раз оказываемся под черепом на акупунктурных точках. Неста крепления соседейных отростков. По очереди их продавили методом шаацу. Прямо близко-близко к черепу. Прямо под черепом. Нашли точку конфуция под черепом. Там, где позвоночник входит в череп. Прямо близко-близко к этой ямке. Подошли. Сделали крючок. Ну, из любого пальца. Каким удобно. Большим пальцем, а неважно каким. Натянули на себя. И запустили вибрацию прямо в мозг. Следующая точка чуть повыше. И третья точка чуть повыше получается под косточкой. Там, как правило, выпирающая косточка на черепе. Вот сейчас вам покажу. Здесь вот. Получается, первая точка вот здесь максимально близко к входу в череп. Вторая вот тут. И третья вот тут. Где выпирающая вот эта вот шишка. Эти же места можно тем, кому не больно, да? И не сильный волосяной покров, да? Можно пройтись лапой леопарда, шестеренки, опять же, по всему черепу. С лысыми людьми это вообще бывает очень приятно. Они прямо горят желанием. Меня заказывают массаж головы только вот иногда. По 15 минут только голову. Просто для того, что это приятная процедура. Размять. Ну, соответственно, я долго не буду на ней останавливаться. Как мы ее разминаем. И вот таким способом, да? И хаотично. И проходимся вдоль черепа, да? Вот такую складочку. Опять же, снизу вверх идем. Снизу вверх. Человек отдыхает. В этот момент кайфует. Складочка вот такая вот пошла. Соответственно, этим способом мы дополнительно прогоняем лимфу. Потому что лимфоканалы идут вот так вот. За ухом. Перед ухом. И вот туда, по передней части шеи, спускаются к ключицам. Вот эти каналы мы дополнительно сейчас еще прожмем пальцами. Очень хорошо, вот так сильно от виска по линии роста волос, да? Сильно продавливаем. И такой вибрацией на себя. И вот туда вот в сторону вводим. Очень хороший прием. Избавляет от головной боли, мигрени, вообще весь этот массаж. Избавляет от мигрени, хронической усталости. Под лоб, под лоб было. Руки на лоб. Под лоб, вернее. И вегетососудистую дистонию также лечит. Дело в том, что каждая мышца заканчивается сухожилием, да? И вот эти сухожилия, которые подходят к черепу, они образуют вокруг черепа такой сухожильный шлем. И вот из-за того, что они перенапряжены, натянуты, да, этот сухожильный шлем сминает кости черепа. А там достаточно несколько микрон изменений, чтобы изменилось внутричерепное давление. Это очень сильно влияет, соответственно, на то, что человек, ну, на работу мозга, грубо говоря. Соответственно, вот тут вот каналы, если пережимаются, да, это если позвоночник повернут, да, он, как правило, пережимает одну из артерий, питают мозг четыре магистрали артериальных, две идущих спереди, сонная артерия, да, и две сзади, вот тут показано, они как раз, вот они красненькие, да. Они, видите, идут в специальном канале, внутри косточек шеи, шейного отдела. Вот, выходят через дырочку и вот делают такую петельку, видите, попадая потом, заходя потом в мозг. Так вот, если повернут либо второй позвонок, да, либо первый позвонок, атлант называется, второй аксис, то они, видите, растягивают, они пережимают с одной стороны артерию. Соответственно, одна сторона мозга питается плохо, это опять же приводит к массу проблем с головой, плохая память, да, ухудшается зрение, особенно зрительная часть у нас находится в затылке, да, ну, бессонница там у человека, хроническая усталость и так далее, мигрени, метеозависимость. Вот, мы с этой стороны можем прощупать, на самом деле, вот, сам, сами позвонки, да, они должны быть, естественно, по оси расположены. По артистным отросткам прощупываем. Так, ну, вроде все нормально. Вот, второй позвонок немножко повернут, ротирован влево, получается, относительно клиента, это влево. Чуть-чуть. Если нам не удается понять по артистным отросткам, щупим тогда боковые отростки, вот здесь. Ну, а об этом, как диагностировать, это об этом в следующем видеоролике запишем, сейчас не буду на этом останавливаться, но уже в это момент время массажа мы можем прощупать и понять, что мы дальнейшим человеку предложим, какие мануальные практики и манипуляции. Далее, работая с черепом, можно делать вот такой вот захват, и мы как бы стягиваем кожу черепа друг на друга. Если волосы на покрове достаточно большой, можно подергать за волоски, потому что кулаком достаточно жестко сжимаются волосы, подергали, растрясли эту всю кожу, да. Теперь переходим, очень приятно, всякие такие легкие поглаживания, девушкам особенно нравится. Переходим к точкам. Прожимаем точки, там, где крепится ухо, первая точка, да, снизу, потом за ухом, вот тут немножко пропускаете вот это место, тут лимфоузел находится, вот где череп начинается, да, за ухом раз, точка прям по самому внутреннему креплению уха. Там такие ямки есть, вы прям их нащупаете, они же совпадают с точками. Точку уха, где крепится сверху, промассировали в само ухо, а ухо это у нас изображение перевернутого зародыша человека вверх ногами, то есть вот его голова, вот пошла шея, да, хребет, вот позвоночник, здесь крестец, и вот копчик сюда заворачивается. А внутри, соответственно, расположены руки, ноги и вот тут вот внутренние органы. Здесь расположена вот точка глаза, точка уха, если больно, значит, там есть какая-то проблема в этой зоне. Вот, быстро, ну, то есть сначала растерли, да, поскручивали ухо, размягчили его, создали в нем гиперемию, а потом прожимаем все эти точки. Иной раз бывает прямо наглядно, вот мне девушка одна рассказывала, у него болело кресте, вместо крестцового подвозношного сочленения, вот эта точка болела, когда я ее разминал, у нее стреляло прямо в этой части уха, то есть прям, ну, противоположно, тут все по диагонали. То есть если тут болит слева, да, то ухо правое реагирует, представляете? Даже такое бывает. В общем, промяли эти точки, ну, мы не точно массаж изучаем, да, поэтому я так по-быстрому это рассказываю. Потом вот от козелка уха идет крепление челюсти, да, вот тут прям буквально раз, два, три точечки вот такие продавили. Это все делается быстро, двумя руками, раз, 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 продавили. Растерли ухо и опять всю эту лимфу спустили вот туда. Здесь ушей впереди не давим, там мягкие движения. Вот туда, вперед, ключица. На позвоночнике есть также аккумуляторные точки, и позвоночник продолжается еще у нас и на черепе. Если мы разделим вдоль череп по оси, то по сантиметру отходим от центра, и с очередностью через два сантиметра друг от друга также находятся аккумуляторные точки. Также мы их проминаем. При должном опыте вы уже научитесь находить тут ямочки такие есть, как раз мы в ямочках попадаем, во всяких неровностях в этих попадаем в нужные точки автоматически. Продавливаем еще раз место основания черепа. Ну, если смотрите, если у человека какая-то проблема явно видна, то вы это место берете и эту мышцу прорабатываете отдельно. То есть вы уже начинаете импровизировать. Вы уже в своем массаже включаете разные техники для конкретных проблем. Далее декомпрессируем шею. Вот мы уже пошли вниз спускаться. Устанавливаем кулачок, и у нас большой палец получается относительно мизинца, он как пружина действует вот так. То есть уперлись в череп, натянули на себя в трапециевидные мышцы и растянули его вот, как пружину в разные стороны. Теперь инвертировали наши руки в обратную сторону, уперлись в плечи и в обратную сторону растянули шею ему. Тут можно как конкретно шейный позвон, шейный вот эти вот соседино-отроски пройтись круговыми движениями обратно, размять его. Размяли всю шею целиком. Вдоль шеи сделали вот такие вот, ну как бы ролик у нас такой ходит, да, из костяшков пальцев. И прошли обратно, спуская всю энергию, всю кровь на завершающую стадию до крестца. Далее начинается сет, ну вот это был с головой, это сет номер три, а далее начинается сет номер четыре, это когда мы завершаем массаж, когда заканчиваем сеанс массажа всей спины, да. То есть мы тут все будем опускать вниз, разглаживать. Ну сейчас покажу. Но перед этим хочу показать немножко еще точки, да, с какими точками мы можем проработать дополнительно, если у человека проблема. Первая точка. Положи еще раз лобом на руки. Лобом на руки. Вот так вот. Первая точка. Это вот по центру шеи, да, вот прямо вот в эти мышцы паравертебральные, с боков. Мы надавливаем вертикально вниз. Может, кстати, раздаться щелчок у тех людей, у которых особенно кифоз шейный. Потом есть точка, она же болевая. Вот здесь плавающая такая мышца, есть плавающий мир. Вот сентриком нажимаем и вертикально, и пипедикулярно в шею продавливаем. На вдохе. Болезненно, да? Угу. Ну, сильно не давим, ну, в смысле, корректируйте свое нажатие с этой стороны. Смысл нажатия должен примерно быть секунд 10, максимум 15. Эта точка расслабляет всю шею. Теперь следующая точка под терпецевидной мышцей, поднимаем ее и перпендикуляренно в тело человека вот сюда, близко-близко к шее. Вот там такой вот находится валик, на него давим перпендикулярно в тело. Может стрелять в голову, может от этой точки не иметь рука, или у некоторых сжет колено, противоположно бывает. Но это хороший сигнал, что есть иннервация, и, соответственно, когда мы ее отпускаем, у нас расслабляется весь плечевой пояс, ну, с этой стороны, да? И плечо, и лопатка, и шея. Сейчас еще высотственно подавлю точку. Далее точки посередине терпецевидной мышцы. Далее точка, там где крепится мышца. Далее точка, на уголке лопатки. Вот такой хрящик небольшой, вот прямо в него. То есть только мы же в него, не в тело, а в хрящик, перпендикулярно хрящику. Далее точка, где вот трапец, заходит вот такой вот тоже вот есть валик мышечный. На него перпендикулярно вниз продавливаем. Далее точка есть, где вот круглая мышца, да, под ней, большая круглая мышца. И вот маленькая круглая мышца, вот точка сверху, видите, вот ее видно, впадинки такие. Ее продавливаем. Расслабляем человека после всех этих нажатий. Так. Ну, это вот сет номер три закончился с точками, точечный массаж. И переходим к сету номер четыре, когда мы заканчиваем массаж спины, да. Вот мы идем рукой и в этот момент обходим вокруг человека, да, становимся к нему перпендикулярно к области нашей обрабатываемой зоны, обрабатываемой. Быстро растираем, заново, чтобы вспомнило тело, что мы только что делали, пока оно остыло, пока мы работали с головой, да. Теперь раскачиваем его, все тело целиком вместе с позвоночником. Если мы до этого работали по половинке, да, тело, и только частично, то теперь все целиком для завершения. Растянули вдоль. Мы запускали ракеты, да, отсюда, С-500, они ушли. Теперь нам надо по рельсам, представьте, с двух сторон позвоночника идут рельсы, да, вот тут у них стрелка. Запускаем вагонетку с инструментами, она идет туда, груженная, то есть утяжеление. Освободилась и ушла пустая. назад. Следующая пошла груженная, освободилась и ушла пустая назад. Теперь по рельсам повезли ракету. Ракета идет тяжелая, 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 тяжелая. Заходит сюда, установили ее, назад, пошла пустая. Следующая ракета пошла, тяжелая, с утяжелением, поставили ее и ушла пустая. Теперь нам надо все эти следы преступления нашего замазать, затереть, скрыть. Раскачали его, да, растянули позвоночник вдоль, тут я, соответственно, упёрся в крестец, а работа в основном рукой, которая сверху, да. Теперь растянули позвоночник по диагонали, тут упираемся, присели, да, упираемся в желобра, не в лопатку, она ходит, а в те кости, которые жесткие. А тут либо в бедро, либо в подвздошную кость, либо в бедро. В ту сторону, в эту сторону. Растянули по диагонали, наше тело повисло над человеком, мы его как бы раздавливаем и упираемся, как всегда, в самые наши выступающие косточки, а это, мы видим, это ость подвздошной кости, вот она сюда, и ость лопатки, вот они, самые выступающие, то есть мы по ним диагонально и растягиваем человека, за них. Теперь вспахали это поле шестеренками, быстро, энергично, просто согрев человека по-новому. Теперь все движения наши пойдут вниз, растянули шею, натянули трапецию, трапеция расслабляется тогда, когда мы ее берем целиком, и вот растягиваем назад ее, вдоль и назад тянем, она потихонечку выкатывается у нас из рук, фасции распрямляются, вот, и снимаем пашню, несколькими резкими движениями сверху вниз, теперь встряхнули вот эти трапеции, оставили электрическую колючую проволоку вдоль наших шахт, чтобы туда никто не лазил. по этой земле теперь прошел град по вспотному полю, пальчиковый дождик, прошел дождь, тело успокаивается, следы преступления замазываются, и заколосилась свежая зеленая травка, как зеленое море тайги. Все, тело успокаивается, массаж завершен. Дорогие дамы и господа, лучше не смотрите эти видео, лучше приходите к нам, по видео вы все равно ничему не научитесь, это просто демонстрация, а здесь мы вам поставим руки, мы вас всему научим, дадим навыки, готовые и пригодные в жизнь, сразу в работу, сразу идете внедрять в жизнь. С вами был Олег Аллавгудвин, великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить нам лайки. До новых встреч, друзья!